Французского начинается. Пока вы подключаетесь, я хочу вам сказать, что я поняла, что вам полюбили сториз, которые я вчера загрузила с проверочными заданиями. И... Всем привет! И вы все с ними прекрасно справились. Ну, почти все. Всем привет! Подключайтесь! Здравствуйте! Вы все прекрасно справились со сториз. Там 96%, по-моему, привет-привет, Юля, Эсма, Кристина, Юля, кто еще? Всем привет! Так, по сториз были практически все ответы правильными, за редким исключением. Значит, правильные ответы, как вы, наверное, поняли, да, те из вас, кто ошибся, правильные ответы были в большинстве случаев, то есть «Je suis russe», значит, что там у нас было еще? «Са не ва па», правильный ответ, дальше «троис», буквой «с» на конце, и «же мапэль». Так что, все молодцы, начинаем. «Са не ва па», да, это все можно?» «Да, мы можем начинать с вами сразу. Для меня познакомиться с вами сейчас. « Боже мой, всем». «Бои мы все-таки сплатим. » Винцент. Ты русский? Да, я русский. И ты? Я французский. Так, что мы говорили прошлый раз, это глагол БУЙС. Значит, мы будем продолжать на глагол БУЙС, но вот это очень важно. Предложение это. Это СЕ по-французски С НЕ ПА, это НЕТ. На вопрос, конечно, самый важный вопрос в мире, КЕСКУ СЕ, ЧТО ЭТО? На вопрос, самый важный вопрос, КЕСКУ СЕ, ЧТО ЭТО? Да, у нас на французском языке очень длинный вопрос, но это, конечно, самый легкий вопрос в мире, это ЧТО ЭТО? КЕСКУ, это ЧТО, на русском языке СЕ, ЭТО. КЕСКУ СЕ, можете повторить. КЕСКУ СЕ. А, я могу вам объяснить, ну, в следующий урок, или чуть дальше, почему у нас такой длинный ЧТО? Почему он самый длинный? Можно тоже короткий, можно длиннее вот так, хорошо? Можно и так, и так. КЕСКУ СЕ, ЧТО ЭТО? КЕСКУ СЕ, ВОПРОС? АТВЕТ, СЕ, ТА, КРЕЙОН. КРЕЙОН, КАЛАНДА. СЕ, ТА, КРЕЙОН. Подожди, ты сказал, можно короткий, можно длиннее, а короткий, это который? Он может сказать, я могу сказать такое, что Kön, можно здесь, что? Но, проблема в том, что здесь на вопрос, что это будет по другому. Можно по-другому, поэтому я не хотела это сказать. Хуап. Это что? На вот этот вариант, здесь, это не будет кэссюкер, это будет хуап. Значит, на врунском языке что можно, ну, на разный вариант. На разный вариант можно сказать что. Или так, сэкхуа, ну, это просто не очень красиво, не очень, ну, не совсем. А вот самое лучшее, конечно, кэссюкер. Кэссюкер сэкхуа. Сейчас, подожди, я поясню немножко. Смотрите, если говорить сэкхуа, то это, знаете, это такое немножечко возмущение. То есть, как будто бы ты смотришь на что-то, или тебе кто-то что-то говорит, или показывает, и ты такой говоришь, что это? Вот так вот, да? То есть, тут именно идет такая вот нагрузка смысловая, не очень красивая. То есть, вот эта форма, сэкхуа, это, ну, не очень красиво, скажем так. Поэтому, в принципе, ее можно использовать только, там, в разговоре с друзьями. Я возвращаю вас профессору. Поэтому, я говорю, да, так вот, что это? Репонска, это один крейон. Здесь мы берем для лисы, да. Лисы, это один крейон. Alors, вопрос, что это один? Что это один? Один? Это очень важно на франском языке. Это артикл индефини, не артикл. Почему у нас на русском языке не определенные артикли? Артикли покажут на русском языке, есть ли существительный мужской или женский род или множественное число. Значит, на русском языке без артикла это будет очень сложно. Нам нужно обязательно артикла, когда вы используете существительный. Значит, есть 1 крейон, когда я использую 1, я знаю, что существительный это мужской род. Когда я использую 1, 1, 1, 1 maison, дом, значит, 1 maison, я знаю, что женский род. Д, машина, множественное. Д здесь я знаю, что это на множественное число. На русском языке это, конечно, удобно, потому что вы можете смотреть окончание существительное и вы уже знаете, что это мужской или женский. На русском языке есть средний род? У нас нет. Нет среднего рода. Хорошо? Вот. Но вы не спешите радоваться, среднего рода нет, но как определить, какой род, мужской или женский, невозможно, можно только выучить. Да. Поэтому на самом деле не радоваться нужно. Да, это очень сложно. У нас какие-то правила, я могу вам потом сказать. Ну, не у всех. Например, дом на русском языке это мужской род, на фронском языке это женский род. Иногда, когда есть «Е» в конце, например, мы можем думать, что это женский род, но, к сожалению, например, «Ливром», «Книга» это мужской род. Значит, правила у нас совсем нет никаких правил на ge Gabrielle. Здесь было весело к тебе. Так! Давайте я вам расскажу, еще несколько слов. Да. Винсен, можно? Один человек пишет «Бонжур, bonne chance pour la Russie demain». Bien sûr, bien sûr. Évidemment, я suis un supporter pour la Russie. J'espère, j'espère qu'ils vont bien jouer. J'espère. Так, это была футбольная... Две секунды и продолжаем. Это был футболь. Donc, ici on a... Что у нас здесь? Un livre. Книга. Обратите внимание, Габриэль Гарсия Маркес, между прочим. Un cahier. Так. Tетрадь. Un cahier. Тетрадь мужского рода. Tout à fait. Un... Мужского рода. Книга тоже мужского рода. Поздравляю вас. Все это нужно выучить. Un ordinateur. Un ordinateur. Мужского рода, да? Мужского рода. Un ordinateur. Donc, attention, осторожно. Здесь, конечно, тоже красно. Значит, я для них liézum всегда. Всегда liézum. Вот. Une bouteille. Une bouteille. Ну-ка, ну-ка, а можно поподробнее про вино, пожалуйста? Что это за бутылочка у нас? Val de l'Oie. Прекрасно. Так, il est bon. Прекрасно. Правильно, мы поговорим в следующий раз. Une bouteille. Une bouteille, бouteille, pardon. Une bouteille, une, je inscrive. Des crayons. Des crayons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq crayons. Des crayons, non, je suis dans une chose là. Un sac. Sumka. Un sac. Sumka, по-русски, женский rote. Что ты ее спину, это ее лицо поверни. По-французски, мужской rote. В смысле, стакан, слово «стакан» и слово «зеленый» звучит одинаково. Да, звучит одинаково, да. Но пишется по-русски. Une plante. В остине. Une plante. Я еще повторю, что «y» в конце не читается. Вы читаете «y» в конце. «y», «bouteille», «ver», «plant». Ну, это, наверное, будет отдельным уроком, да, все буквы, которые в конце не читаются, потому что их много. Да, дальше посмотрим на предложение. Так, потом вернемся на вот эту цель, и здесь мы будем сказать вот на предложение «qu'est-ce que c'est?» Alors, je prends un exemple, par exemple, «qu'est-ce que c'est?» «C'est une bouteille». «А, это уже等». Oui, конечно, конечно. Alors, ты скажешь? Конечно, я вам obviously скажу. Я просто говорю, что в французском нужно добавить что-то, я не могу говорить. В французском, мы не будем говорить что-то просто. То есть нельзя сказать это вино? Это вино, просто вино, это вино. Это вино, это вино, это вино. Вот так вот. Мои наводящие вопросы приводят к каким-то дополнительным правилам. А почему du vin, а не un vin? Почему здесь нет неопределенного артикля un? Потому что вино не числимо. Вин не поможет, мы не можем считать сколько вино. Это вино, просто я использую дюк, когда я не могу считать. А когда я могу сказать, что это бутылька вина, я буду здесь использовать сек une... Бутылька вина. С бутылкой вина мы используем, получается, исчислимая неопределенный артикль женского рода, потому что бутылка женского рода. Поэтому у меня есть моего предложения, которые дает информацию, чтого мне笨ка вина вина. Бутылька вина. Бутыль вина, бутыль вина, бутыль вина, бутыль вина, шампанье, розе, бутыль вина, крем áраму... Ну занимайся сами на чтой лип recurscy? предлог да еще хорошо русским а если мы скажем это бутылки вина кстати каждый вопрос и все сложнее и сложнее сейчас все разбегутся и больше не вернуться от страдать если это в плуре и если это на наше странице слоу мы будем менять тоже глагол то есть сон со сон здесь я вернусь в плуре в плуре на наше странице слоу д аптитр потому что у меня с учительной потом бутылки в конце нужно показать что это тоже множественное число значит я добавлю с вину не меняется значит неопределенный артикль множественного числа это д с с на конце да тогда давай вернемся к конструкции кэскюс и объясним из чего она состоит чтобы было понятно как вдруг из сэм и получили сэссу то есть в футболе в футболе в в футболе Из чего состоит вот эта фраза «кескю сэ»? Из слова «кю» это как бы «что», «э» это «есть», «с» это «это», «кю» это еще раз «что». Нет, «сё» это «что». Нет, я понимаю, я имею в виду, чтобы понять, у нас было «кескю сэ», было вот это «кэ», да, а стало «сэсун», чтобы было понятно.